Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наш традиционный политический обзор на YouTube-канале «Взгляд с небесной». И в этом выпуске мы с вами поговорим о основных политических новостях, которые попали в нашу сферу зрения. Наш выпуск ограничен по времени, он довольно короткий, поэтому очень ограниченное количество новостей мы можем взять, обсудить и как-то интерпретировать. Но это не значит, что остальные новости проходят мимо нас. Это значит лишь то, что когда мы комментируем вот эти 4, 5, 6 новостей, попавших в выпуск, мы имеем в виду общие тенденции, настроения и направления всего новостного массива, всего новостного контента, размещенного в СМИ, в социальных сетях, таких как Телеграм, Фейсбук. То есть обозревается все, но в коротком выпуске можно поговорить лишь о нескольких основных новостях. И на этой неделе главной новостью, конечно же, стало состоявшееся голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Президенту доверяем, мы со всех не возражаем, если умный президент править будет сотню лет. Общество давно не видело такого единения в едином порыве. На моей памяти такое вообще происходит впервые. Монахи оставили молитву, схимники нарушили обет молчания, затворники вышли из затвора, чтобы проголосовать за вот эти важные судьбоносные поправки. В настоящее время каждый имеет свое право. Что они нам несут? Цель этих поправок обеспечить пожизненное правление президента Владимира Путина. И именно эта цель данным голосованием будет достигнута. Говорить о его результатах, процентах и прочем смысла нет в нашем обзоре. Оставим это профессиональным политологам и социологам, кто имеет время и возможность разобраться в оттенках и тонкостях голосования. Для нас ответом будет то, как оно проходило. Социальные сети буквально заполнены фотографиями, видеосъемками о том, как избиратели голосовали на пнях в лесу, в чистом поле, на крышах гаражей и так далее. Это вообще было что-то невообразимое. Я думаю, если бы у власти была задача устроить веселый общероссийский флешмоб, то ничего лучше голосования она бы не могла придумать. Действительно, веселились от души и смеялись от души. Нужно слово нам сказать, все поправки поддержать. Конечно, на политическую историю это голосование окажет очень мало влияния. Срок нахождения правителя у власти определяется не результатами каких-то референдумов, а совсем другими причинами. Ну что же, можно сказать, было весело. Мы узнали много нового. Ну а как сложится, посмотрим, покажем, покажет уже ближайшее будущее. Что важно для нас извлечь как урок из этого голосования. Мы еще раз убедились в том, что церковь, как земной институт, не может служить каким-то ориентиром и указателем политического поведения гражданина в современном обществе. Из истории церкви мы знаем много примеров, когда она, церковь, как институт, или большинство верующих, как это было в Германии в 30-е годы, поддерживает политический курс и режим, который приводит страну, нацию, а то и весь мир, к ужасающим катастрофам. В церкви свойственно ошибаться. Даже нынешний папа, например, имел какие-то очень сложные отношения с хунтой в Аргентине, за которые ему как-то даже было стыдно, а то ли не было стыдно. Ну, в общем, что-то там такое было. А вот, например, папе римскому Иоанну Павлу II не было стыдно. Пиночет очень хотел с ним дружить, но папа с ним дружить не стал. Примеров можно приводить очень много того, как церковь выстраивала свои отношения с государством в 20-м веке. Но на сегодня очевидно, что в современном сложном мире лишь личная совесть и личные отношения христианина с Богом могут служить мерилом и аргументом его политического поведения. Очень важно, чтобы человек современный соотносил свои шаги и поступки политические с тем, как он понимает Священное Писание, с его моралью, нравственностью и этикой, а не руководствовался при этом некими циркулярами и нормативными документами, спускаемыми откуда-то сверху из высоких церковных кабинетов. Мы вновь и вновь убеждаемся, что церковь, как земной институт, очень часто ошибается в своем политическом выборе, ибо, наверное, пришло ей время отказаться от попыток руководить политическим и гражданским поведением верующих. Сегодня мы живем даже не то, что не в 15-м, даже уже, слава Богу, не в 20-м веке. И современный, просвещенный, образованный человек вполне дорос до того, чтобы самостоятельно делать свой политический выбор. А церкви, наверное, пора вернуться к ее замечательному состоянию первых веков, когда она была абсолютом духовности, абсолютом религиозного поведения для христианина, а не политическим институтом, который обслуживает власть. Состоится ли этот поворот и удастся ли обществу вывести церковь из несвойственной ей и на сегодня совершенно неограниченной сферы политической игры? Посмотрим. Нужно отметить, что во многих случаях, даже в истории 20-го века, участие церкви в политических процессах было оправдано и дало потрясающий положительный результат. В первую очередь нужно здесь привести пример и Мартина Лютера Кинга, Ежа Попелушка, российских, советских священников, русской православной церкви и так далее. Это все прекрасные примеры того, как служители церкви, а иногда и структуры церкви оказывали положительное влияние на ход политического процесса. Но эта эпоха кончилась, это время ушло. Церкви нужно это признать и сосредоточиться на том главном, к чему ей, как мне кажется, следует вернуться. В своей духовной жизни, проповеди и своей религиозной работе с гражданами, простите за такое, может быть, кургузую формулировку. Но мы видим, что чем дальше идет история человечества, тем все более нелепыми и неправильными оказываются шаги церкви по участию и управлению политическим процессом, в которое она втягивает верующих. Ну что ж, посмотрим, как будет дальше. Итак, продолжим новости российские. Здесь у нас все без перемен. Одни в золоте и рядом с властью, другие под охраной, с пистолетами, другие гонимы и унижаемы. Весь интернет и многих людей изумило, всколыхнуло и обескуражило новость о том, что гонения на евангельскую церковь в Калуге, которую возглавляет епископ Альберт Трапкин, перешли в стадию уже вооруженного давления на христиан. Вы видите документ, согласно которому служба судебных приставов получила поддержку в виде вооруженных полицейских семи человек. Сейчас звоните в милицию. Пусть вышлют пять мотоциклетов с пулеметами. Для того, чтобы возложить на пастора обязанность прекратить деятельность церкви. Как будет проходить это возложение при помощи всех семи пистолетов или достаточно какого-то одного, никто пока не понимает и не знает и неизвестно, чем вся эта история закончится в итоге, она еще развивается и точка в ней далеко не поставлена, там далеко не финал. Но сам факт того, что отряд вооруженных людей заявляется на территорию церкви с тем, чтобы запретить ей выполнять свою функцию и миссию, сам этот факт показывает, насколько ужасающая в нашей стране ситуация с правами и свободами верующих. Я молюсь за Альберта Радкина. Это человек, которого я знаю много лет и хочу сказать всем этим вооруженным людям, господа, вы недооцениваете епископа Альберта Радкина. С ним, я думаю, не справилась бы даже дивизия СС «Мертвая голова». Поэтому не ограничивайтесь запросом каких-то всего лишь семи вооруженных до зубов людей. Чтобы справиться с задачей, вам следует попросить поддержки всей армейской группировки Центрального военного округа. Ну и обязательно запросите поддержку с воздуха, хотя бы две-три воздушных армии. Ну и на всякий случай, конечно же, включите в эту формулировку надводные корабли военно-морских сил Российской Федерации, Черноморского и Северного флота, оснащенные ракетами системы «Кинжал». Без этого, я боюсь, вам с Альбертом Радкиным не справиться. Страшно все это наблюдать и веселого в этом мало. Я отмечу лишь факт того, что помощь и участие Альберту Радкину, к моему большому удивлению, оказывают сейчас политики левого спектра, те, кто входят в широкий вот этот блок левых сил. Я видел и интервью представителей этого блока в защиту Альберта Радкина и на месте Коммунистическая партия Российской Федерации оказывает епископу Альберту помощь. Ну я также читал и другие заявления от левого блока о поддержке верующих, требования прекращения гонений. Я по своим убеждениям политическим был и остаюсь либералом, правым либералом. И то, что я говорю сейчас, ни в коем случае, пожалуйста, не воспринимайте как критику российской демократической оппозиции, либеральной оппозиции. Я ни в коем случае ее не критикую. Она у нас просто замечательная, ей надо восхищаться. В жутких условиях, когда почти ничего невозможно сделать под страшным давлением, она продолжает работать, делать то, что может и хоть как-то влиять на процессы, противостоять этим страшным политическим тенденциям. Поэтому мое самое искреннее уважение всем лидерам демократической оппозиции России. Но здесь речь идет о том, что, к сожалению, вот эта религиозная повестка нарушения прав и свобод верующих, не заинтересовала никак наш демократический оппозиционный блок. Это и объяснимо. Демократы в России, они такие традиционно секулярные политики. Они изначально считают, что религия это частное дело гражданина и вообще не дело ей в какой-то политической повестке и так далее. Поэтому это отторжение, отсутствие внимания, оно совершенно объяснимо и естественно. И может сложиться такая ситуация, я лишь предполагаю, что на следующих выборах, которые мы ждем в Государственную Думу в 2021 году, тему защиты верующих и прекращения религиозных гонений на своих знаменах, как ни странно, напишут представители левопатриотических сил. Именно они привлекут к своей поддержке довольно значительный блок верующих и служителей протестантских церквей, например. Это будет очень интересная конфигурация. На сегодня я думаю, что та конфигурация, которая складывается на выборах в Госдуму в 2021 году, к сожалению, вряд ли позволит представителям демократической оппозиции массово участвовать в этой избирательной кампании. Еще хуже будет, если наша демократическая оппозиция пропустит этот избирательный цикл, сосредоточившись на дебатах о том, бойкотировать ли выборы в Госдуму или голосовать против всех или ставить птичку за кого угодно, но не за единую Россию. Может сложиться так, что это будет единственная форма для нее, для демократической оппозиции участия в этих выборах. В отличие от них, коммунистическая партия и блок левых сил имеют возможности для участия в избирательной кампании полноценного, как партия, представленная в парламенте. И может так получиться, что это будет единственная политическая сила, которой верующие смогут обратиться с тем, чтобы внести в политическую повестку избирательной кампании вопросы и требования с прекращением гонений на верующих. Не факт, что это будет. Я говорю всего лишь о возможности такой конфигурации избирательной. Если это произойдет, это будет, ну, скажем так, очень экстраординарным событием для политической истории России. Перейдем от наших российских новостей к новостям зарубежным. И в этом блоке новость у нас будет только одна. Архиепископ Кентерберийский заявил в своем интервью в ответе на вопросы журналистов о том, что Иисус Христос не был белым. Архиепископ, конечно, выразился очень корректно. Он и не сказал о том, что Христос был черным или желтым. Он всего лишь сказал, что Христос не был белым. Для людей, получивших свое воспитание в старой школе, нет до сих пор для меня лично ничего стыдного в делении людей на расы. Европаит, монголоит, негроит. Но у нас так учили в школе, так было написано в учебниках. И для тех людей, кто хотя бы поверхностно знает историю Священного Писания и христианские основополагающие тексты, для этих людей очевидно, что Христос был евреем. А значит, принадлежал все-таки европаидам, насколько я понимаю. Ну, может быть, он не был блондином таким, белокурым. Но то, что он был белым, в нашем понимании, это очевидно. В любом случае, если бы Христос в своей земной жизни, в своем земном телесном воплощении как-то отличался своей внешностью от типичного представителя иудейского населения той поры, Евангелие совершенно точно бы нам об этом сказала. Ну, если бы он, к примеру, был эфиопом или еще имел какие-то отличительные антропометрические особенности. Но Евангелие, наоборот, нам говорит о том, что Христос был таким совершенно традиционным евреем в представлении внешности, поведения и прочего. И мы точно знаем, что он был мужчина. Мы точно знаем, что с детства и до своих зрелых лет он занимался физическим трудом, работая на стройке, плотником и, видимо, владеющим другими строительными специальностями. Очевидно, что он очень много ходил. Так устроена вот эта работа. И подвергать это сомнению как-то очень странно. Я уверен, что архиепископ Кентерберийский блестяще знает не только тексты священного писания, но и библейскую историю, и антропологию. И совершенно очевидно, что это заявление – это лишь политкорректный шаг поддержки набирающего силу движения БЛМ, зародившегося в Соединенных Штатах, леворадикального марксистского движения, опирающего на марксистское учение, проповедующее не что иное, как основной тезис марксизма-большевизма, или, правильнее сказать, марксистского учения, изуродованного большевизмом, в переложении которого учение Маркса сводится к простой фразе – «грабь награбленная». К сожалению, это вот соотносится с тем, что мы говорили в первой части выпуска. К сожалению, церкви свойственно ошибаться. И часто из желания сделать какие-то политкорректные шаги, послать сигнал о том, что «я свой». Церковные иерархи делают вот такие заявления. Это как бы такой маркер, показать, что «ребята, я с вами». Да, вот такое политическое движение набирает обороты, выходит в топ разных политических событий, получает политическую поддержку. Ну, конечно, очень хочется быть своим, очень хочется поддержать. Ну, и чтобы вот так вот поддержать, но при этом не сильно уж оторваться от основы, ну, вот сделаю такое заявление. Вот Христос не был белым. Всем приятно, приятно черным, приятно политикам. Ну, а я как бы всегда могу выкрутиться. Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды. Но это далеко не безобидная штука. И речь идет ни много ни мало о начале и попытках изменить Священное Писание и выхолостить его, сделать с ним то, что как раз в свое время делал выдающийся русский духовный лидер и писатель Лев Николаевич Толстой. Вырезать из Писания неудобные места, как он считал, для Толстого неудобные. Вот это происходит и сейчас. А давайте вырежем оттуда все, что потенциально может обидеть черных, или сексуальные меньшинства, или женщин, или еще кого-то, или третьего, пятого, десятого. Мы это просто все вырежем, чтобы у нас было такое вот интегральное Священное Писание, политкаретное, которое никого не обижает. Ну и вырежем, наверное, оттуда в перспективе указания на национальность Христа, чтобы ни евреи не чувствовали себя ущемленными. Вырежем, в общем, все, что как-то может кого-то обидеть. Если все это вырезать, то от Священного Писания останется ну одна-две вот таких странички, таких общих морально-этических заповедей, которые никого не будут обижать. И это как раз устроит всех, кто хочет на гребне политического процесса получить дополнительные очки популярности. Но очень важно, что в общем в угоду моде можно вырезать все. Но важно помнить о том, что, например, Христос не был вегетарианцем. Он кушал мясо. И как бы мы не уважали движение веганов и их философию, но мы не должны ради этого вырезать из Священного Писания, например, сцену праздничного ужина Христа, с учениками, да и многие другие, заклания, ягненка и прочего. Христос, кстати, не отказывался от алкоголя. И как бы мы не уважали представителей здорового образа жизни, дай Бог им здоровья на многие-многие годы, но мы не должны вырезать из Писания, например, сцену в Кане Галилейской и другие сцены употребления Господом алкогольных напитков. В общем, мы ничего оттуда вырезать не должны. И мы должны быть уверены в том, что текст нашего Священного Писания никого не обижает. Может быть, когда-то человечество, христианское человечество, христиане в составе человечества, не знаю, как правильно сказать, может быть, когда-то они допишут и добавят что-то к этому тексту. Это вполне может быть. Такого запрета нет на добавление текстов к канону Священного Писания. Но менять то, что там написано, нельзя ни в коем случае. Потому что все эти перемены, вырезания, цель которых сделать Писание политкорректным, они меняют саму основу и суть нашей христианской веры. Ну и закончим по традиции веселой новостью вновь нашей российской. Депутат Евгений Марченко, депутат Государственной Думы Российской Федерации, то ли наблюдая за ходом общероссийского голосования, то ли наблюдая за освещением Храма Вооруженных Сил Российской Федерации, я тут его понимаю, это производит огромное впечатление, но вот после всех этих живописующих сцен, видимо, депутат обратился с инициативой законодательной проверять священнослужителей на наличие у них психических заболеваний и судимостей. Данное письмо он не только направил по инстанциям в Государственную Думу, но и направил в Московскую Патриархию. Как и ожидалось, его инициатива получила отрицательный отзыв и там, и там, потому что действительно проверять священника на какие-то нарушения психики очень рискованно. Не стоит этого делать. Мне кажется, что намного лучше будет проверять на адекватность психики депутатов Государственной Думы. Причем не только во время их выдвижения на выборы в Государственную Думу, но и все время их нахождения там, поскольку те законы и решения, которые принимает Государственная Дума, такие, например, как закон Яровой, но они дают массу поводов сомневаться в психической адекватности самих депутатов. Дорогие друзья, такими были основные новости прошедшей недели. Следующий выпуск мы начнем записывать в Петербурге, а закончу в Москве. Я уверен, что предстоящая неделя подарит нам много интересных новостей для обсуждения. Я желаю всем вам мира и добра, счастья и благополучия. Храни вас Бог. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова